Мэрхэктир. Мэрхэктир. Эта фраза на арабском обозначает «я пересолил суп». Сегодня на филфаке Педагогического университета кулинарные беседы. Каждый иностранный студент на родном языке рассказывает о блюдах своего народа. Понять друг друга практически невозможно, но в этом-то и вся задумка. У нас есть предмет теории языка, на котором мы говорим о классификации языков мира, но услышать вживую, как говорят носители какого-то языка, вот у нас сегодня 9 языков – итальянский, туркменский, казахский, китайский языки, русский, конечно же. И мы рассказываем о наших вкусах. Мириам Мариотти переехала в Россию из Италии с родителями 8 лет назад. В Арнауле пошла в русскую школу, теперь ее называют билингвом. Она хорошо понимает и русский, и итальянский. Но родной он и есть родной. По-русски на камеру говорить стесняется. Мы жили в Италии в двух часах от Рима, а теперь вот в Барнауле. Здесь я учусь. Без русского не обойтись. На филологическом факультете более тысячи студентов. Среди них представители Египта, Азербайджана, Казахстана, Туркмении и других стран. В будущем они станут преподавателями русского у себя на родине. Уехать к себе в республику и быть там учителем русского мечтает и Зарема Межидова, чеченка по национальности. Все мои мысли на русском. На родном я крайне редко разговариваю. У меня акцент, я стесняюсь. Но со взрослыми мы говорим на родном языке, чтобы проявить уважение и держать свои корни. По словам филологов, каждые две недели в мире исчезает один язык. Если три года назад в крупнейшем лингвистическом каталоге насчиталось 7100 языков, то сегодня принято говорить чуть более 6000. Тем временем язык давно перестал быть только средством международного общения. Это еще и способ взглянуть на мир по-новому, расширить его границы. Анара Шагирова, Александр Антропов. День с толком.